Доброго времени суток, с вами Сергей. И в сегодняшнем видеоролике я расскажу вам о прохождении комиссии МСЦ. Я прошел комиссию МСЦ, мне оставили вторую группу с подтверждением через год. Где-то в середине июля я вспомнил, что надо проходить врачей. Прошел всех врачей, до, наверное, в течение недели я всех прошел. Теперь все врачи под запись. Без, как в прошлый год, порядки живой очереди уже не пускают в кабинете. Потому что старое поколение, старое ворчливое поколение жалуются, что люди проходят в порядке живой очереди. Я считаю так. Я человек безработный, я могу как сегодня прийти, так и завтра прийти. Я понимаю человека, который проходит в порядке живой очереди, потому что очень сложно отпрашиваться с работой. У нас процентов, наверное, в стране 80, работают в пятидневку. Я всегда никогда не возмущался против этого, но в этот год, в прошлый год я тоже самое быстро прошел в порядке многих врачей, в порядке живой очереди. Просто берешь старт-талон и подходишь, спрашиваешь, что последний. В этот год все по записи в регистратуре и маленечко удлинилось. Но за неделю я всех врачей прошел. Я поймал тот момент, когда они были до отпуска. Мне сделали замечание, что это слишком рано. Потом в августе прошел врачебную комиссию и дали, как всегда, стандартно номер телефона звонить в Бокситогорск. Когда я стал звонить в Бокситогорск, я собрал сексерокопию, все как положено, по списку. Там пошел уже экстез. Мне заявили, что так и так вот вы были в Санкт-Петербурге, в Песочном. У вас в заключении сказано контрольная томограмма через 3 месяца. Ну и мне сразу сходу говорят, мы вас не можем принять, давайте нам заключение. Я говорю, я компьютерную томограмму не делал. Ну а не то сё, это была пятница, наверное. Да, это была пятница, уже число не вспомню. Давайте типа позвоните в понедельник, мы посовещаемся. Ладно, то есть они мне объясняют так, вы до этой фразы, давайте позвоните в понедельник, у них расклад такой. Ну вы типа все сделаете, придете к нам, а пенсию вам потом выплатят за те месяца, которые вы просручивали. Я говорю, да вы сами понимаете, что мне компьютерную томограмму только пройти, это сколько времени надо. А плюс, если там она сейчас скажет, биопсию надо брать, это тоже месяц и все. В общем, позвонил в понедельник, записали меня на 4 сентября. 4 сентября, я в это время был на даче. 1 сентября мы поехали, ребенку надо было в школу, встали в 5 утра, пока собирались, пока приехали. Тут 2 часа, полтора часа на подготовку и Минька пошел в школу. Мне вот это, соответственно, уже пошли опять так называемые сбои по сну. Рано встал, рано мне не заснуть, но рано встал. Пошли выходные у меня сбои по сну и 4 сентября мне надо было приехать на комиссию МСЭ. Меня привезли, я на транспорте не добирался. И тут я вроде так и август более-менее прошел нормально, но тут у меня опять вот эти бессонные ночи пошли. И все свои чаи заварки и сие таблетки я оставил на даче. Пришел на комиссию МСЭ, тугой думаю, а по прошедшей, по первой комиссии МСЭ у меня создалось впечатление, что меня в наглую гонят на работу. Но оно так и есть. Все разговоры были, при условии, что у меня шов был еще не зажившим, кровоточил, вот эти все лейкопластеры в крови. Все разговоры шли про работу. То спросили, как самочувствие, я честно объяснил, ну это самое меня несколько раз прижимало состояние, те же самые симптомы, упадки сил, бессонницы, сбои по сну. Я все честно рассказал это самое, обговорили тот момент, но не стали спрашивать, почему я не проходил через 3 месяца компьютерную томограмму. На это есть вязкая причина, потому что в августе я собирал ребенка в школе и все финансы, то есть всю пенсию, что они перечислили, я на него потратил. Ну и вторая причина, я хочу растянуть компьютерную томограмму на месяц-полтора затягивая, потому что это очень большое облучение, и я его, как известно, радиация в организме накапливается, и я его цапаю, цапаю, и мне еще предстоит его цапать. Но этот вопрос не сказали, просто сказали, что вы будете делать, я ему говорю, сейчас попаду к Валиевичу на прием, потом то же самое, попробуем, ну попрошу его сделать по полису компьютерную томограмму, так как мне за свой счет ее делать невыгодно, ну и плюс у нас же в стране должна все-таки быть бесплатная эта медицина. Соответственно, меня также, скорее всего, положат на неделю на стационар, так как бесплатно компьютерная томограмма делается только тем, кто лежит на стационаре. Ну, объяснил то-се, после этого поеду в Санкт-Петербург, они все меня выслушали, это самое, осмотрели, взвешили, я, кстати, за лето похудел на 6 килограмм, и для меня это более комфортно стало. Спросили, принудительно ли как, ну так, откровенно говоря, я вроде не принудительно, это так получилось, просто физически я на даче больше работаю, делаю больше физических каких-то движений. Вот, один момент, я прозевал все с протезом, спросили с протезом, что я объяснил, что вот-то Ботто был заказан протез, но потом как-то вписался, тендер выиграл институт имени Альбрихта. Они меня утверждали, что мы протез, ну я сразу уперся, говорю, что за такое, во-первых, в институте имени Альбрихта на этот тендер, он, по-моему, я смотрел, у них даже расценки есть, он 70 тысяч, от-то Ботто он стоит, от-то Ботто, он стоит 400 с чем-то там 50 тысяч, по-моему, это самое. И эту сумму выделили на меня, а хапает институт имени Альбрихта со своими, знаете, послевоенными образцами, с тяжеленными вот этими протезами, начинают мне сразу вот сюда доширак вешать, что все будет в порядке, мы закупим комплектующий, у вас техническое задание, мы вам закупим комплектующий от ТОБОК. Соответственно, я долго не думаю, позвонил в от ТОБОК, и они мне сказали, мы комплектующий не продаем. И в связи с моим ухудшением здоровья, это все было зимой 2018 года, я просто, ну, сказал, я говорю, я сейчас не могу, она сказала, ну, хорошо, эти деньги выделены до конца года, нет, эти деньги, как оказывается, выделены до прохождения следующей комиссии МСЭ, теперь мне надо новое техническое задание брать, я также поеду в от ТОБОК, мне не нужен этот Альбрихт, потому что мне протезы не на чем держаться. У от ТОБОК он будет от 4,5 килограмм, а там, знаете, заливные такую с гипсоформу сделают, и туда килограммов 8 вот этого пластика залиют жидкого, не под давлением, не со стекловол, не стеклонаполненным, которые легкие пластики, так называемые, как вот карбоновые вот эти вот технологии. Нет, вот обычный жидкий пластик загонят в форму, форму потом раскрошат, и вот это будет часть протеза, которая, я сам понимаю, что она будет тяжелая. Если вот до БОК идет стержень титановый, и поролонная рука, и силиконовая резинка, и то основание, вот это будет 4 килограмма, которое будет на ремнях ко мне пристягиваться, а уж что можно поразмышлять в институте имени Альбрихта, а так-то куш-то им неплохой, себестоимость там, я не знаю, 1020, а ЦАП на 450, это неплохо хотят люди, я не понимаю, это вот тендер, а что значит тендер? Я же неспроста пошел, вот так Бог, если бы у меня было бы плечо, и было бы на чем держаться, знаете, я бы, наверное, не капризничал, и, как говорится, поддержал бы отечественного производителя, по крайней мере, деньги за границу не уйдут. Но тут я вынужден целенаправленно отвернуться от института имени Альбрихта. Следующий момент, теперь, когда я сделаю компьютерную томограмму, я поеду в Санкт-Петербург и зайду снова вот так в бок, чтобы они сделали новое техническое задание. Потом я с ним приду к хирургу, к травматологу и онкологу, они сделают заключение и снова соберут врачебную комиссию для меня. Я приду на врачебную комиссию, отправят в МСС, в Окситогорск опять эти бумаги, и меня также вызовут туда. Там сделают новую карту реабилитации, где впишут протез, и я уже потом буду заниматься протезированием. В прошлый год почему это все затемнилось? Потому что были лже-выборы, лже-самопроизвольные выборы, в которых наше решение не зависело. Но и после этих лже-выборов посыпалось все. Если бы это было с осени, все начиналось делать, я бы в принципе, даже до ухудшения состояния здоровья, я, может быть, это успел бы сделать. Ну, вот такой расклад. По мысли на комиссию МСС попросили, как всегда, выйти, они посовещались. А, я приехал на комиссию МСС и в очень-очень, во-первых, не спасшего, во-вторых, чувствую, что-то не того, плохое состояние. Я весь убитый, половину фраз не понимаю, пытаюсь прислушать, у меня нет концентрации внимания. Но думаю, ладно, дадут, как я предполагал, дадут третью группу, буду судиться, что же делать. Я к этому уже готов, с ними все равно не переспоришь, все равно продолжаются у них, знаете, вот это вот, вам еще жить, вы сходите там на биржу труда, вам еще жить, вы еще молодой. Господи, зачем вы такое чувство несете? Закажите статистику по живучести после операционного периода. Я сам не могу, врачебная этика не позволяет. Могут либо родственники, либо какая-то организация. Я думаю, МСС это может спокойно. Зачем вы людей так обнадеживаете? Кто, ну ладно, я реалист, а кто-то подумает, поверит вот этим словам липовым, чтобы только выгнать вас на работу, что у вас вся жизнь впереди, и, допустим, бросит прохождение медосмотров, скажет, ну мне же нам сказали, что у меня вся жизнь впереди. Меня это самое, ну вот состояние так, попросили посидеть в коридоре, потом зашли, они все вот это как положено, вы можете, если вам не нравится, съездите в Петербург в течение месяца, это тыры-пыры, на основании таких-то, таких-то, там какой-то у них специальный перечень, поверьте, это уже все переделано под новую пенсионную реформу, работать должны все и вкалывать. Но мне оставили вторую группу в связи с новообразованием, а также то же самое на год. То есть следующей осенью я буду подтверждать. Но, скорее всего, если у меня сейчас покажут это в доброкачественной, и дай-то бог, что это ничего не шевелится, они в следующей осени точно упрутся в третью группу и скажут, идите работайте. Что еще стоит добавить? Если взять коротко состояние здоровья, меня прижимало вот с этими упадками сил и бессонет три раза за лето. Три раза это серьезно. Я потом принимаю амитрипцилин по требованию, как я называю это, по требованию, по состоянию моего плавающего здоровья. Только тогда, допустим, когда я ложусь спать, и мне до трех часов ночи не уснуть, я четвертинку таблетки глотаю. Если я до трех часов ночи засыпаю, потом просыпаюсь и так урывками, я ничего не принимаю. Стараюсь это все ограничивать. Что еще хочется добавить? Вроде так все рассказал. Пенсия у меня все остается без изменений. Сходил сразу на... Написал через МФЦ в соцзащиту о продлении льгот. И в пенсионном фоне я отказался через электронный кабинет. Я отказался от всех... Там... Санаторий, таблетки и транспорт. Я от всего отказался. Транспорт мне жили только железная дорога 50%. Мне тут неудобно. До железной дороги расписание автобусов я не знаю. Надо на такси ехать. Такси это уже треть стоимости. То есть я посчитал, что мне проще на автобусе передвигаться. И по крайней мере на обратно автобус меня высадит на остановке, где мне до дома недалеко идти. Я отказался от всего. Мне сразу перезвонили. Переспросили. Это тоже удобно через... Не надо никаких очередей. Подтвердили. И все. Мне будут с нового года до уплата за все вот эти льготы. А, и вот состояние здоровья. Когда я приехал в МСЭ, думаю, да что ж такое-то дома-то вечером. Сижу, чувствую, что-то холодно. Зял градусник, померял температуру, заболел. И вот сейчас, а все-то еще с этим ознобом сижу. Все. Комиссию МСЭ прошел. Группу мне вторую продлили. Продлили, я так понимаю, только в связи с новообразованием, с которым мне тоже надо не затягивать. Сейчас идти к Ваху Квалиевичу, записываться на прием. Ну, теперь следующее прохождение МСЭ, это также осенью. Оно в течение месяца, ну, может, до месяца, до, по-моему, 4 октября. Вот так вот можно ее пройти. То есть не день в день, но я пришел там позже на один день. Ну, в принципе, на этом обзор сегодня закончим. Все, что хотел рассказать, я вам рассказал. С вами был Сергей. До свидания и не болейте.